Договоримся? 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 Договоримся с врачами, работает с поставщиками и что касается тех терминов, которые приняты в медицинском сообществе. Вы где-то обучались этому специально? Нет, не обучался? Договоримся. Договоримся с врачами. 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 Договоримся с врачами? Договоримся с врачами. Договоримся с врачами. Договоримся с врачами, которые ведут социальные сети. Вы следите за тем, как они это делают? Совершенно верно, слежу. Убеждение такое, что лучше бы лечили, а не занимались пиаром. Устаревший стереотип? С моей точки зрения, да. А когда врачи начинают снимать различные ролики, быть в тренде, не кажется, что это может быть не совсем солидно для врачей? Это время. Время требует определенных жертв. Если аудитория, особенно молодая аудитория, требует общения именно в режиме ролика или в режиме тренда, ну почему бы и нет? Вопрос, насколько врач этим увлекается. Вы правы, все-таки основное для врача это лечить, а не рассказывать о том, что и как кому делать. Поэтому все должно быть в меру. Вы начали заниматься бизнесом еще в 90-е, 1991 год, правильно? Совершенно верно. С чего вы начинали? Это же не сразу был медицинский центр, но, насколько я помню, тоже врачебная тематика. Нет. Была работа в медицинской сфере с 98-го года. Это и поставка различных материалов и лекарственных средств. До этого были взаимозачеты. Была такая тема в свое время. А до этого была работа, связанная с различными торговыми взаимоотношениями, начиная с 91-го года. Ну это уже 30 лет. Можно сказать, что вы стояли у истоков формирования бизнес-рынка в России. Как с вашей точки зрения изменилась культура делового общения с того времени и ведения переговоров? Мне тогда было 19 лет, и еще многого было непонятно. Иллюзии, которые были у 19-летнего мальчишки, то есть они, ну, скорее всего, с возрастом уже развеялись. Для бизнеса нужно много знать, уметь, понимать. И это далеко не свобода, как кажется для большинства. Это труд. Труд и ответственность. Это точно. И ограничения. А как стало, что изменилось, ну, многое изменилось. Тогда в чем-то было проще, в чем-то труднее. Сейчас точно так же. Где-то ты договариваешься пожатием руки, где-то ты вынуждаешь себя обложиться тысячами листков контрактов, зависит от культуры, то есть от того контрагента, с которым ты ведешь дела, от его истории. В 90-е, хорошо, 2000-е. Как договаривались? Да, собственно, всегда люди договаривались о том, да-да, нет-нет. Принцип вин-вин, он, ну, работает, с моей точки зрения, там, в 90% случаев. А ведь отжав однажды у человека все, ну, в процессе переговоров или максимальную позицию, там, в свою пользу, ну, с тобой больше не буду в следующий раз работать. И ты, собственно, точно так же, когда тебя отжали до суха. Понятие деловой репутации было всегда. Ну, скорее, да. У кого и где вы учились договариваться и деловым коммуникациям? Это курс MBA, этому посвящается много времени, как деловому этикету, то есть так и словам того, как они произносятся, где делаются ударения, акценты, как представляться, о чем говорить, какие якоря расставлять, даже в представлении о себе. У кого учился, ну, примеров в жизненных, да, практически у всех. Любой человек — это опыт, с моей точки зрения. Вы состоите в клубе ораторов, насколько я знаю. Есть такое дело. Да, недавно вы туда вступили. Зачем вам это? Ну, это мой личный опыт и желание пройти личный трек. Трек в том, чтобы отладить свои коммуникации во внешний мир до качественно иного уровня. Ну, это было связано с запросом, в том числе, и с трансформацией бизнеса, и с улучшением коммуникативных способностей в команде. Ну, а я такой человек, я стараюсь сначала пройти все на себе. С кем проще договариваться на сегодняшний день? С врачами, с поставщиками, с партнерами или с властью? Вообще-то не составляет труда договариваться ни с кем. Вопрос понимания своих целей от каждого переговора и от того, что ты можешь дать в тот или иной момент той или иной стороне, заинтересованной тебе, как поставщике услуг, товаров, неважно, то есть опыта и так далее, и тому подобное. Если ты понимаешь этот запрос, то труда договориться не составляет никогда. А с кем в последний раз договаривались и насколько успешно? Час назад с делегацией, с представителями Сбербанка договаривались о некотором их участии в процессе трансформации моей компании. Успешно? Думаю, что да. А с властью часто приходится договариваться? И возможно ли это частому бизнесу? Естественно, часто. То есть компания работает в государственном сегменте. Мы обслуживаем многие лечебные учреждения, школы, дома-интернаты. У меня есть бизнес по социальному питанию. Поэтому мы регулярно находимся как с властью ВКонтакте, так и с контролирующими органами. Опять же, мы понимаем, ведь власть – это тоже конкретные люди. У каждого из этих конкретных людей есть свои цели, есть свои интересы, есть свои запросы. И они тоже выполняют свои функции, находясь на тех или иных местах. Поэтому, опять же, понимая это, не составляет труда договориться, выполняя качественно свою работу и давая им то, что необходимо давать. Я нормально отвечаю? Понятно? Да, понятно. Ну, то есть это не жёсткие переговоры? Это не жёсткие переговоры. Я вообще не сторонник в жёстких переговорах. Нужно договариваться другими методами. Абсолютно с вами согласна. Но вы проходили обучение по жёстким переговорам наверняка. Мало того, то есть освежить это обучение я решил ещё раз. И у меня предстоит курс летом именно по жёстким переговорам. Назовите, пожалуйста, три ключевых принципа коммуникации, которые помогают договариваться конкретно вам. Вот так вот, три. Доброжелательность, желание понять другую сторону, ну и принцип это вин-вин. Когда не получается договориться, понимаете то, что переговоры не идут? Ну, лучше взять паузу и ещё подумать каждой стороне, что они хотят в результате получить этих переговоров. Когда идёте на переговоры, как вы готовитесь и готовитесь ли вообще? Конечно, готовлюсь. Выявляешь, с кем ты будешь разговаривать. Правильно спросили. Есть социальные сети, есть мнение, есть интернет. Если этого нет, то есть другие способы получить ту или иную информацию о контрагенте, о человеке, кто будет представлять того или иного контрагента. То есть на сегодняшний день мир достаточно открыт, и при желании можно получить очень много информации для подготовки. Я на правах ведущая, а также наставника по деловым коммуникациям тоже поделюсь опытом. Как готовиться к переговорам? Конечно же, составить портрет человека, к которому мы идём на переговоры. Во-вторых, это определить цель, что мы хотим получить, какие действия после этих переговоров тоже это сформулировать. А также владеть аргументами и контраргументами. Это с моей точки зрения. Согласны? Вы прописываете это? Совершенно верно. То есть если нет цели на переговоры, ну, разговаривать не о чем. Вы здесь абсолютно правы. Это нужно сформулировать заранее. Заранее. Немножечко окунёмся... Разговаривать в пустую, ну, поверьте мне, время – это наш самый ценный ресурс. Окунёмся немного в деловой этикет. Когда знакомимся с человеком, жмём руку. У мужчин это принято, но на самом деле в деловом этикете и с женщинами это тоже допустимо. Вы женщинам руки жмёте при знакомстве и при деловых переговорах тоже. Не жму. Почему? Ну, опять же, это субъективное восприятие женщины – это женщина. Вот поцеловать руку я могу, а пожать всё-таки мужчине. Когда знакомимся, смотрим в глаза до того момента, пока не определили, какого цвета радужка глаз. Знали про такое? Знаю. Когда человек говорит, обязательно смотрим на него. Конечно. Бывает ли у вас такое, когда сложно держать визуальный контакт, сохранять? Можете дать какие-то советы? Что в данном случае делать? Ну, здесь самое простое, если трудно смотреть в глаза, сосредоточить взгляд либо на лбу, либо на точке между носом и губами. Я сейчас смотрю вам в эту точку. Заметно? Да. Нет, незаметно. Незаметно? Ощущение того, что вы смотрите мне в глаза. Да, ещё есть одна такая теория, что сохранять визуальный контакт, но при этом у нас хорошо развитое радиальное зрение. И мы можем сфокусироваться на каком-то предмете, который попадает нам по радиальному зрению. И потом опять продолжить разговор. Смотрим на человека и обязательно улыбаемся. Вы улыбаетесь? Всегда. Улыбка располагает. Конечно. Задаем уточняющие вопросы. Проявлять интерес необходимая составляющая. И называем человека по имени. Да. Сейчас у нас время такой вынужденной публичности. Мы каждый день сталкиваемся с тем, что нам нужно заявлять о себе, выходить из зоны комфорта, выходить порой на сцену, рассказывать о себе, о своём продукте, о своей компании. Вы волнуетесь при публичных выступлениях? Нет. Раньше было. Можете поделиться со слушателями, как вам удается выходить в спокойствие на сцену? Ну, начиналось это с простых приёмов. Продышаться 10 глубоких вдохов, ну, там, либо там небольшое физическое упражнение, там, 5 раз присесть, привести это состояние. А потом знание, как стоять, где должны быть руки, как должна быть посажена голова, как ты должен быть расположен к аудитории. Ну, и потом эта тренировка, научившись однажды выступать перед тремя человеками, без разницы выступать перед каким количеством людей. Ну, и знание. Знание, как минимум, тезисная подготовка того, о чём вы говорите. Досконально речь, любую, запомнить, ну, практически невозможно, да и не стоит её запоминать. Наоборот, здесь, с моей точки зрения, более важна операбельность словами, операбельность понятиями, то есть, а не заучивание того или иного текста, потому что, когда заучивание, легко вывести человека из себя. Простым вопросом, действием. Дальше, в процессе выступления никогда не фокусирую взгляд на ком-либо из сидящих, либо стоящих. А куда смотрите? Взгляд перевожу, постоянно перевожу. Вблизи, вдаль, вбок останавливаю, то есть, останавливаю в момент паузы только. Ну, это уже устаканившееся знание, это знание человека, который не только практически это прошёл, но ещё и получил теоретическую подготовку. Причём, мало того, что воратор клуба, то есть, и здесь, Светлана, вас мне хочется тоже похвалить и поблагодарить за вами разработанный курс по... Который вы тоже посетили. Да-да-да, совершенно верно. Да, спасибо огромное. Хочу добавить, действительно, нужно готовиться. Первое правило хорошего публичного выступления – это, безусловно, подготовка. Мы продумываем, зачем мы идём на сцену, что мы хотим сказать, какой у нас будет вывод. Вывод – это обязательно побуждение к действию. Вооружиться аргументами, контраргументами. Ещё очень важно, в каком состоянии, в каком настроении мы выходим на сцену. Потому что там, на сцене, нам придётся очень многое отдавать. Чтобы что-то отдать, нужно вначале в себя это положить. У вас есть какой-то ритуал, может быть, перед публичным выступлением? Что вы делаете, чтобы быть в ресурсе, чтобы быть в хорошем состоянии? Погулять, почитать, что-то ещё? Нет, это уже не требуется в последнее время. При этом я хочу сказать, что от аудитории, от того, насколько качественно ты говоришь, если тебе удаётся получить обратную связь, а эту обратную связь ты снимаешь как раз через их покачивание головой, их взгляды, снимая их улыбки, если удачно пошутил, это заряжает не меньше, а то и больше. И отдавая в аудиторию, получить можно куда больше. И именно этот принцип используют артисты, когда выступают на больших стадионах, когда они заводят толпу. То есть они ведь купаются в той исторгаемой радости, в тех эмоциях, которые отдаёт толпа. И вот это, пожалуй, то искусство, которое ещё предстоит до конца освоить. А шутки и так называемый интерактив вы продумываетесь заранее, когда готовитесь? Конечно, это та же самая часть подготовки к работе. Каждая шутка, она должна быть вовремя и сказана к месту. Важную информацию мы распределяем во время выступления. Как? Каким образом? Акцентами, интонацией, паузами, подводя постепенно аудиторию к тому, то, что мы хотели до них донести, я хотел до них донести. А завершаю, ну, обычно каким-то высказыванием, притчей, можно шуткой, словами известного человека. Да как угодно. Важную информацию я тоже от себя добавлю. Вначале уместно, потому что люди, они ещё не устали, они ещё готовы слушать. И в конце, потому что наша психология такова, что мы запоминаем, что в конце. И нужно после себя оставлять то прекрасное, приятное послевкусие, по которому будут о нас вспоминать и будут нас помнить. И с аудиторией очень важно не говорить, а разговаривать. Когда мы навстречу к аудитории, а аудитория навстречу к нам, и мы для этого используем все механизмы и все свои знания. Только вот это движение навстречу друг к другу, это и будет хорошее публичное выступление. И что ещё очень важно, распределять энергию. Не то, что начали за здравие, а закончили за упокой. Хорошо выстроена середина, но под конец уже не хватает сил. Это, безусловно, тоже нужно распределять. Сторителлинг проходили? Вы знаете, это стоит в планах, причём в планах со Светланой Сорокиной. Если кто помнит, то это очень известный тележурналист. Конечно, да. Шикарная женщина, умнейшая. Повезло в жизни познакомиться с ней. Вы учитесь у неё? Да. Сторителлинг, умение, интересно рассказывать истории. Когда вы были у меня на курсе, мы тоже немножечко касались этой темы. Когда один герой, сюжет, обязательно концовка. И что важно, даже когда мы какую-то сухую информацию со сцены подаём, нужно разбавлять это примерами. Любой пример мы выстраиваем именно по схеме сторителлинга. Как раз американцы этим искусством, с моей точки зрения, владеют очень хорошо. У них даже есть название разговора «Five Minutes Talking», насколько я помню. Как раз пятиминутный разговор в баре, кафе и так далее. Сейчас достаточно это такой модный формат и нетворкинга, когда ограниченное количество времени, буквально за несколько минут, нужно представиться, рассказать, может быть, о бизнесе, о своём, о своём продукте. Кратко, интересно донести мысли. И это тоже искусство, и этому тоже нужно учиться. Очень важно ещё и интонирование. Согласитесь со мной. Важно и то, что мы говорим, но и то, как мы говорим. И порой второе имеет даже большее значение. Интонация, она вообще важна. Вспомним Жириновского, который говорил только на повышенной интонации, то есть насколько он был запоминающимся, когда с экранов телевизоров вещал все козлы. Ну вот видите, то есть человека уже несколько лет нету, а мы помним его речи. И где те люди, которые стояли и сухо о чём-то вещали? Ну, если кто-то помнит, был такой деятель господин Черненко после смерти Леонида Ильича Брежнева. Ну, вот он зачитывал по бумажке, это было скучно и интересно, никто это не слушал. Ну, два деятеля в ряду. Жириновского помним, того не помним. Знаете, иногда про человека говорят, он умеет владеть паузами. Это про кого можно так сказать? Ну, почему? И что такое владеть паузами? Собственно, через паузу ты выделяешь либо что-то главное, что хочешь продолжить, либо сделать акцент, либо перечислить какие-то аргументы, либо факты, либо просто перевести дух. Паузами действительно нужно уметь владеть, но при этом не рвать текст точками нелогичными. Иногда люди этим грешат. А ещё я замечаю, что многие грешат восходящими интонациями тогда, когда повествуют интонация восходящая, знак вопроса и знак восклицания. Помните эту тему? Мы тоже с вами проходили. Да, помню, затрагивали. Да, затрагивали. Восходящая интонация – это как будто бы мы задаём вопрос, но при этом мы повествуем. И что интересно, даже наш собеседник, если не владеет этой темой, он будет воспринимать, как будто бы мы вопросы задаём. Это характеризует нас как неуверенного в себе человека. Поэтому паузы, они важны, интонации, они важны. И, с моей точки зрения, безусловно, это тема, которой нужно уделять внимание. И этому опять же нужно учиться. Не спорю. Что ещё важно? Вокабуляр важен. Активный словарный запас. Для того, чтобы красноречиво рассуждать, хорошо говорить и звучать со сцены, тоже расширять свой при этом не пассивный словарный запас, а активный словарный запас. Как у вас с этим, Михаил, дела обстоят? Ну, я считаю то, что неплохо. Я много читаю, много смотрю, слушаю. Поэтому мой словарный запас, он достаточно неплох. И вообще русский язык, он обладает одним из самых больших в мире словарных запасов. У нас, насколько я помню, порядка 60 тысяч слов, только используемых. Ну, к сожалению, в последнее время, говорят, в нашем русском языке мы приближаемся к английскому. Здесь можно порассуждать, что даже мат традиционный русский, он у нас куда богаче, чем английский. То есть, ну, не буду приводить здесь примеры. Я думаю, многие их знают. И без меня поразмышлять в эту сторону имеет смысл. Ну, а сам словарный запас, вы абсолютно правы. То есть, у нас русский язык, он богат. Он богат прилагательными, он богат наречиями, он богат характеристиками и оттенками, которыми можно сопровождать каждое своё слово. Вот, например, не так давно я был в Перу, там есть народность, у них нет прилагательных. Ну, как вы считаете, как можно выразить эмоцию, как можно сделать стихотворение или сочинять без наличия прилагательных? Как можно вообще дать какую-то характеристику без этого? То есть, это язык рабов. То есть, у нас язык поэтов. И не зря русский язык считается одним из самых богатейших. Подумайте даже, ну, сколько слов мы можем сказать о женщине. Давайте прямо сейчас. О женщине. Ну, у нас женщина с вами и красивая, и прекрасная, и ослепительная, и яркая, и умная, и хозяйственная, и стильная, и модная. Она и любящая, и любимая. Она восхитительная, и стройная, ну и так далее. Великолепно, прекрасно. Прекрасная женщина вас окружает, Михаил. На это я тоже не жалуюсь. У меня две замечательных дочери и замечательная супруга. Прекрасная супруга, Вера. А сейчас прервёмся на рекламу. Продолжается программа «Договоримся». Я Светлана Удельная, и в гостях у меня сегодня предприниматель, основатель группы компании «Лайт» Михаил Зыкин. Скажите, пожалуйста, что последнее прочитали? Какую книгу? Последнюю я прочитал «Детектив». Это «Пропажа» Стефани Мэйер. Буквально закончил не так давно. Сейчас на очереди у меня книжка Александра Афанасьева «Синтаксис любви. Психософия и жизни». Также ряд книжек Елены Вавиловой. Мне стало интересно познакомиться. После знакомства. Да, после знакомства личными. А что касается бизнес-литературы, читаете? Читаю. Мало того, что читаю, я своим сотрудникам постоянно даю задания читать те или иные книги. И, к сожалению, у нас на вятке появляющие в России бизнес-культуре. Ну вот, мы с вами затронули в начале разговора с 91-го года, 33 года всего лишь. Прерванной бизнес-культуре, и поэтому она достаточно низка. Эту культуру нужно возрождать. Поэтому я настаиваю на том, чтобы определенный уровень людей, руководителей читал те или иные книги. Согласна абсолютно. Во-первых, это необходимо для внутреннего языка в компании, для того, чтобы люди понимали, что им говорят руководители и что от них требует коммуникации в компании, она требует знаний. Я не так давно была у вас в офисе и, проходя по коридору, увидела большое количество книг. Что это за книги? Ну, это как раз та литература, которая читается, которую мы настаиваем при приеме любого сотрудника, особенно на любые руководящие должности, прочитать те или иные книги. Вы еще занимаетесь издательством книг? Ну, это мой проект, благотворительный фонд «Золотые люди вятки». Он был организован не мной, он был организован Николаем Николаевичем Горяевым. На сегодняшний день человек ушел из жизни, оставил после себя это замечательное дело. С 2007 года этот фонд существует, с самого первого дня я помогал этому фонду, но на сегодняшний день после ухода Николая Николаевича взял ее под свое крыло. Мы на сегодняшний день порядка, не порядка, а 42 книги издали, или 43 уж, о лучших людях нашего города. Я искренне считаю, что это память и знание о том, что эти люди сделали для нашего города. И хотел бы, чтобы и мои дети знали о тех или иных фамилиях, людях, и что они принесли в наш регион. Возможно, на этом опыте возникнет желание и у следующего поколения делать, изменять, создавать. Говорят, что нет смысла воспитывать детей, они все равно будут похожи на нас. Ваши дети на вас похожи? Мои дети на меня похожи. И я считаю то, что дал им, ну кому-то еще даю, двое у меня студенты, один учится на Мехмате МГУ на третьем курсе, и дочка, которая заканчивает восьмой класс. Я считаю то, что мне им удалось дать умение достигать, умение не пользоваться продуктом, а пользоваться удочкой. Вот так вот это скажу. Находить требуемую информацию для достижения своих целей. Они читают книги? Читают. Ваш пример? Ну, когда в семье читают, оба родителя дети обычно читают всегда. Абсолютно согласна. Чтобы воспитывать детей, нужно разговаривать с детьми. Ну, а логика в том, что родители дают визуальный пример. Дети хотят того или нет, это у них записывается на подкорку. Поэтому они говорят, что дети похожи на своих родителей. Если это не негативный опыт, а позитивный, то есть он с детьми идет всю жизнь. Вернемся к бизнесу. Скажите, пожалуйста, что сегодня собой представляет сеть диагностических центров ЛАЙТ? Чем гордитесь, над чем работаете? Ну, я бы немножко поправил определение. Это давно уже не сеть диагностических центров, а мы их называем Центрами управления здоровья. На сегодняшний день в компании работает уже около полутора тысяч человек. Это более двух десятков разного формата центров в Кировской области и в Пермском крае. Ну, и бизнес достаточно активно развивается. А регионы, получается, это Кировская область и Пермский край? И Пермский край, да. Сколько врачей? Ну, активная часть, по-моему, что-то порядка 800 человек. И у вас еще плюсом другие направления, это и питание? Совершенно верно. Вы работаете с государственными медицинскими организациями? Это и детские сады, санатории, большой список? Большой список. Питание представлено в шести регионах на сегодняшний день. Ну, и там еще чуть больше тысячи человек работает. Врачи, аппарат управления, другие специалисты, много людей. Что самое сложное в управлении? Ну, мы с вами сегодня говорим о том, как люди договариваются. Коммуникация самая трудная. То есть, это именно та фокусировка, которая сегодня стоит передо мной, перед моими ближайшими помощниками. Это улучшение коммуникации внутри компании. Это функциональная, кросс-функциональная вещь. Это взаимодействие между подразделениями. Это качество проходящей и приходящей информации. И исходящей информации из компании. И так далее, и так далее, и так далее. Мы все друг от друга отличаемся не только отпечатками пальцев, но в том числе и голосом своим. У всех голос разный. Как вы используете свои голосовые возможности? Последние годы я достаточно спокоен и стараюсь не тратить свою энергию на крик. Здесь проще переспросить у человека, хотя не всегда это использую, что он понял после постановки задачи, либо после разговора с ним. И это работает куда эффективнее, нежели чем управление через крик, либо через негативную эмоцию. Хотя раньше это происходило регулярно. Принцип кнута и пряника не работает сейчас? Работает, он всегда работал. Самый простой принцип. Времена меняются, а это остается? Конечно. Морковка спереди, носок, ботинка сзади, можно так назвать. Иногда можно из вашего кабинета услышать, как используете свои голосовые возможности. Конечно, когда тебя раз человек не понял, два человек не понял, достается. А подчиненные, они часто с вами спорят? Им вообще это позволительно? Позволительно. Если человек говорит аргументы, я к аргументам прислушиваюсь всегда, но эти аргументы должны быть произнесены и сформулированы. Говорить о пустом я не буду. Что касается команды образования, я знаю, что вы большое внимание этому уделяете, у вас сотрудники и танго. Танцуют. И волейболом занимаются. Что еще? Что с корпоративной культурой? Вы знаете, мы так до сих пор ее толком не формализовали. Что еще? Ну, здесь и футбол, тут и настольный теннис, тут и книжный клуб, который существует в компании, где мы разбираем как те книги, которые я рекомендую прочитать, то есть так и выбранные людьми. Ну, да, собственно, все то, что может объединять людей, ведь как раз именно эта коммуникация и про проведение твоих идей в массы. Очень непросто, поверьте мне, донести информацию до самого нижнего уровня, без искажений. А от качества донесения зависит качество управления бизнесом. Как вам удается поддерживать высокий уровень деловой культуры в компании? Как вы учите подчиненных говорить и, опять же, договариваться и владеть аргументами? Ну, вы знаете, мне льстит ваша оценка о высоком уровне деловой культуры в компании. Я знакома с вашими сотрудниками. Ну, значит, время, потраченное на них, на их обучение и средства, не проходит зря. Благодарю за оценку. Это тренинги, это учеба, это вклад в людей своего времени и того, что я знаю и умею в том числе. Что касается еще врачей, хотела бы с вами пообщаться на эту тему. У меня много и учеников врачей, и с медицинскими работниками общаюсь часто и смею отметить, что, с моей точки зрения, в медицинских высших учебных заведениях сейчас врачей не учат общаться, разговаривать с пациентами. В институтах специального курса на сегодняшний день нет. Мы несколько лет внедряем достаточно известные модели взаимодействия с пациентом, врачом. Не скажу то, что на 100% успешно, что кто-то способен принять тот или иной стандарт, кто-то нет. Мы хотим, чтобы сервис в любой точке, где бы мы ни находились, где бы ни был представлен мой бизнес, был одинаков. В стандарте, в назначениях, в общении, в обязательной улыбке на встрече, в обязательном пожелании до свидания и хорошего настроения, в оконцовке. Обязательная внимательность врача при выслушивании того или иного пациента, но за этим мы стараемся следить. Врачей модель называется «Калгари». Гембриджская модель. Она состоит из пяти этапов. Буду благодарен от слушателей любой обратной связи, если по этой модели вы будете нам на почту либо в мессенджерах писать, кто, по вашему мнению, с этим не справляется. Нам позволит лучше исправлять те или иные ошибки взаимодействия с нашими клиентами. Суть хотя бы немного расскажите. Суть – это встреча пациента, это его выслышивание, это рекомендации, это окончание разговора и пожелания. Базовый стиль. Общаться с пациентом на его языке? Скорее, показать пациенту, что его готовы слушать, ему готовы помогать. Его с этой бедой, с его болезнью не оставляют? Его с этой бедой не оставят. Эмпатия? Совершенно верно. Я считаю, абсолютно убеждена, что бизнесмены, топовые руководители, представители органов исполнительной власти должны говорить на хорошем русском языке. На этих людей смотрят, на этих людей ориентируются. Согласны со мной? Согласен. Мало того на русском, на том русском, который будет понятен абсолютно каждому. И вот это огромное искусство разговаривать с любой аудиторией на том языке, который она способна воспринимать. Вот в этом меня уже не переубедить. Это мастерство. Это мастерство. И навык. И навык. Я очень люблю тему ударений, вы знаете, правильных ударений. Тема непростая, но так или иначе, такой русский язык. Поиграем немного? Ну, хорошо. Я говорю слово. Иногда буду говорить правильно, иногда неправильно. А ваша задача либо со мной согласиться, либо меня поправить. Договор. Правильно. Договор, да. Договора. Ну, собственно, первое слово было правильным. То есть ударение остается там же, где и было. Окончание. Договоры. Окончание. И правильно. Сверлит. Правильно. А правильно сверлит. Да. Представляете? Да. Тема действительно очень сложная. Я сама ошибаюсь и часто заглядываю грамоты РУ. Русское словесное ударение, чтобы перепроверить. Но какие-то слова действительно удивительные и странно звучат. Например, правильно будет, представляете, предвосхитить. Я хочу предвосхитить ваш вопрос. Ну да, мы привыкли предвосхитить. Да, в основном все так говорят. Но норма русского языка это предвосхитить. По приезде в Москву? По приезду. Норма русского языка по приезде. Вот ведь о лестике по приезду. По приезде в Москву и, что интересно, по прилёте. По прилёте в Москву, по приезде в Киров. Слушайте, даже в письмах встречаешь эти ошибки. Вот по приезду, по прилёту и так далее. В официальных письмах. До скольких вы работаете сегодня, Михаил? До скольких. До скольких. Да, правильно. До скольких. Не до скольких. И не до скольки вы работаете, а именно до скольких, потому что сколько мы можем разложить именительный, родительный, дательный поддерж и с предлогом до будет именно до скольких. Я принципиально так говорю. И для меня люди поделились на две категории. Первая – это те, кто не понимают, и мне приходится пояснять, до которого часа вы работаете. И вторая категория людей, которые удивляются, что я знаю, как на самом деле правильно. Мастерски. Мастерски. Мастерски, правильно. Ударение на И. Последнее слово. Не буду больше вас мучить своей любимой темой. Страховщик или страховщик? Страховщик. Страховщик, Михаил. Страховщик. Я подобрала сегодня сложные слова специально для наших слушателей, чтобы запомнили и употребляли правильно. Какие самые сложные договоры в вашей жизни? С кем сложнее всего было договориться? Не было у меня таких трудных совсем. Хотя достаточно трудная история договорная была с моим сегодняшним партнером. из Перми. Мы долго шли к соглашению, но рано или поздно пришли. Пришли? Пришли. А сколько долго? Не один год. С чем я вас и поздравляю. Это программа Договоримся. Меня зовут Светлана Удельна и сегодня нашим гостем был предприниматель, основатель группы компании Light Михаил Зыкин. Михаил, спасибо вам огромное за разговор. Благодарю вас, Светлана. Я рассчитываю, что я смог ответить на ваши вопросы. Да, это точно. Спасибо огромное. Договоримся? Договоримся.